Добро пожаловать на очередной эпизод «Над облаками». Сегодня мы будем слушать Исшима Бхагаватам, как развить отрешенность благодаря привязанности, с помощью привязанности. Наш текст описывает состояние сознания, продвинутой души, возвышенной души, зафиксируясь на своих привязанностях к Верховной Личности Бога, по милости Духовного Учителя, и пробудив знания и отрешенность, живое существо, находясь в сердце, тело, и покрытое пятью элементами, сжигает свое материальное окружение, в точности как огонь, который исходит из дерева, сжигает само это дерево. Давайте сделаем паузу на мгновение. Здесь описывается пример. Огонь, который исходит из дерева, сжигает само дерево. Точно так же, когда живое существо развивает привязанность к Кришне, он сжигает свое материальное покрытие. Шила Праупаде пишет комментарий. Когда живое существо усиливает свою привязанность к Верховной Личности Бога, он считается огнем. Горящий огонь виден своим проявлением жары и света. Точно так же, когда живое существо внутри сердца становится просвещено духовным знанием и отрешено от материального мира, оно сжигает свое материальное покрытие, пяти элементов, становится свободным от пяти видов материальных привязанностей, такие как невежество, ложный эгоизм, привязанность к материальному миру и зависть и погружение в материальное сознание. Очевидный вопрос таков, как мы можем развить такое знание и отрешенность в такой форме привязанности к Кришне? Шила Праупада объясняет это в четвертой песне, главе 22, в тексте 25. Он говорит, мы можем увеличить нашу способность преданного служения, слушая Гитву и Шимад Бхагаватам, от осознавших себя души. Чем больше мы слушаем от осознавших себя душ, тем более мы прогрессируем в нашей жизни преданности. Чем больше мы прогрессируем в жизни преданности, тем больше мы становимся отрешенными от материального мира. Чем больше мы становимся отрешенными от материального мира, как советуют в нашей читании Махапрабху, тем более мы увеличиваем привязанность к Верховной Личности Бога. Так что здесь дается процесс слушания от реализованных душ, делает нас заинтересованными все больше и больше в жизни преданности и заставляет нас прогрессировать. Когда мы прогрессируем и отрешаемся от материального мира и привлекаемся Кришной. Вам нужно увеличивающаяся привязанность к Кришне, чтобы сказать «нет» материальных привязанностей. Прабхупада советует в другом месте. Поэтому увеличивающаяся привязанность к Верховной Личности Бога советуется во всех шастрах. Это единственный способ отрешенности от материального существования. Многие люди пытались развить отрешенность от нездоровых привычек. Я помню, когда я был ребенком, я читал книжку с картинками одного воина, которого звали Ужасный Хега. Он был очень толстый. И он знал, что ему нужно меньше есть. И это становало скандалом. Его тело так сильно растолстело, что его ремень не мог уже объять его живот. И хотя он проделал много новых дырочек в своем ремне, было больше невозможно им опоясать себя. Однажды этот ужасный Хега проходил мимо стола, на котором стоял торт с кремом. он остановился и спросил себя, кто сильнее, Хега или торт. Он прошел несколько раз туда-сюда, смотрел на этот торт. но, в конце концов, последняя картинка в этой книжке рассказывает развязку. торт победил Хега и Хега съел весь торт. Да, многие пытались практиковать тело и ум имеют непреодолимое влияние на нашу психологию. Мы не можем притворяться, что эти желания и привязанности не существуют. В противном случае мы закончим как Хега. Шила Праупада признает, что сложно не попадать под влияние временного счастья и страдания, которое подвергает влияние, влияет на тело и ум. Он говорит, невозможно сейчас подумать, что мы не отождествляем себя с телом и умом придумать это. Поэтому в нашем состоянии и существовании настоящем нет возможности быть неподверженным материальному счастью и страданию. Затем он предлагает таким образом получение трансцендентного знания не означает, что мы становимся безразличны к настоящей жизни, но это означает, что мы должны не должны быть подвержены слишком сильно приходящему и уходящему счастью и страданию. И немножко позже он дает решение. Он говорит, когда человек находится на пути обратно домой, он будет способен терпеть страдания, которые находятся на этом пути, потому что он знает, «Я иду домой». Один из моих друзей сказал, что у него была лошадь, и всегда было сложно заставить эту лошадь слушаться его приказаниям скакать по лесам, полям и так далее, и так далее. Но когда он возвращался домой, и лошадь знала, что мы идем домой в нашу стойло, лошадь готова была терпеть все. Она даже переплывала реки, перепрыгивала через препятствия, потому что у нее было огромное вдохновение и огромная сила и радость от того, что она идет домой. Преданные в этом мире может принять то же самое вдохновение, зная, что это путешествие приведет его обратно к Кришне. И тогда это возможно для него терпеть неизбежные страдания и также счастья, которые ждут его на пути. в этой связи или в контексте хотел бы рассказать вам историю очень необычной девушки преданной, которую звали Шивара Муки. Она была проституткой и у нее было много богатства. она влазела прекрасным домом, похожим на дворец и огромным количеством богатства. И она была привязана к этому богатству. Однажды вечером группа преданных шла по улице. они были в путешествии, давали лекции повсюду. И когда они захотели отдохнуть, они увидели тенистый дворик этого дома проститутки и прямо даже без приглашения они пошли туда и сели под деревом. Они вынули божества, поставили их замечательным образом на что-то подобие столика и совершали свои арати. А проститутка смотрела, наблюдала за всем этим из одного из своих окон. И когда она увидела этих лебедеподобных преданных, чьи сердца были такие простые и чистые, она подумала, «Какая удача пришла ко мне сегодня! Столько много преданных пришли к моим дверям, это несомненно, что скорее всего они не знают кто я и чем занимаюсь». Думая так, проститутка вышла из дома и вынесла подносик полный золотых монет и предложила это преданным и сказала, «Возьмите, пожалуйста, и предложите своим господам, которым вы поклоняетесь». Когда она говорила, слезы наполняли ее глаза, потому что она помнила свою неожиданную удачу, которая пришла к ней. Преданный, увидев этот огромный поднос наполненный золотыми монетами, подумали, «Кто это за человек? Она такая молодая, такая богатая». Они спросили ее, «Кто ты и чем занимаешься?» Немедленно эта проститутка очень застыдилась и не хотела говорить истину, но преданные, которые увидели ее беспокойство, вдохновили ее и сказали, «Говори без сомнений». И проститутка сложила свои ладони и призналась, «Я проститутка, я заработала все эти богатства греховными способами». Упала к стопам святых преданных и взмолилась, «Мой дом полон этих богатств, можете пролить на меня свою милость и принять все это, таким образом очистив мою жизнь и профессию». Я чувствую, что без вашей милости я похожа на мертвеца. Произошла какая-то реальная трансформация благодаря контакту с этими святыми преданными, Но эти преданные ответили, «Нам особо не нужны такие деньги, но у нас есть идея. Возьми и сделай удивительную дорогущую корону благодаря своим деньгам и предложи ее Господу Ранганадхи». Ранганадхи — это большущее божество, огромное божество. проститутка ответила, «Мои дорогие господа, но вы, может быть, милостивы, я не думаю, что у меня будет шанс предложить эту корону, потому что священники не такие милостивые, как вы». Но преданные вдохновили ее. Она закончила производство этой короны, поставила ее на большой поднос, оделась красиво и бесстрашно пошла в храм Господа Ранганадхи. Однако, когда она стояла в храме, она почувствовала такой стыд и подумала, что она недостойна. Предные, которые были там, сказали, «Ты что боишься?» и она ответила, «Если я расскажу вам, чем я занимаюсь, вы тогда поймете все». И это богатство, которое я заработала греховными способами, когда Господь Ранганадха наблюдал за всем этим, он появился в уме одного из своих священников и сказал, «Иди, приведи эту девушку сюда, пусть она поместит ее корону на мою голову своими собственными руками». И так священник позвал эту проститутку, и когда она попыталась поместить корону свою на Господа Ранганадха, Господь склонил свою голову вниже, чтобы принять ее подношение из-за ее хорошего характера и из-за благословений преданных, ее привязанности, которые в противном случае бы заставили ее рождаться снова и снова, преобразовались, она стала отрешенной от этих богатств и привязана к Кришне. Мои дорогие слушатели, это безопасный способ стать отрешенными, даже если вы окружены очень неблагоприятными обстоятельствами. так или начи развейте привязанность к Кришне, слушая о нем из уст тех, кто является привязанными к Нему. я желаю вам всего самого наилучшего. Подумайте, как вы можете применить это на этой неделе. Увидимся скоро на следующем эпизоде над облаками. покинулся. Продолжение следует...